Хочу поблагодарить за донатную поддержку следующих людей Славу, огромное спасибо за поддержку Артикалу, также Фактору, чрезмерная благодарность Венеру, огромное спасибо И Юфенду 0, за донаты Друзья, если вы хотите поддержать мое творчество рублем, то ссылочка на Donation Alerts будет в описании к этому ролику Я стараюсь по мере выкладывания новых роликов вставлять все ваши донаты, поэтому ничего не будет пропущено Еще раз спасибо этим людям за поддержку И теперь мы можем приступать к основной части видео Я думаю, абсолютно каждый из зрителей проходил хотя бы одну GTA на 100% И на самом деле это довольно увлекательное путешествие, но есть небольшое но Со временем это начинает приедаться Вроде хочется пройти какую-то часть на 100%, поностальгировать, но потом вспоминаешь, через какой бред тебе просто придется пройти И сразу скажу, здесь стоит сразу же добавить такую поправку, как достойные упоминания Потому что сюда войдут сторисы, которые не войдут, соответственно, в основную часть ролика Я недавно посмотрел на ютюбе, что в них состоит в плане прохождения на 100% Это какой-то кошмар, это просто какой-то ужас и слава богу я этим просто не занимался В сегодняшнем ролике будут основные части GTA, которые были сделаны для ПК, соответственно, где я играю всю жизнь Опять же в ту же серию GTA, то есть тройка Vice City, San Andreas четверка и пятерка И спустя вот несколько или может быть даже одно прохождение на 100% я составил небольшой топ-5 Самых сложных GTA для 100% прохождения, хотя проще, наверное, сказать самого душного 100% прохождения данных игр С вами, как обычно, Спектр, необычный такой ролик, но надеюсь, что вам понравится Поэтому не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал И надеюсь, после этого ролика вы не захотите пройти топ-3 этих GTA на 100% внезапно, да? Ну хотя бы топ-3, потому что то, что будет на четвертом и пятом, хотя бы заслуживает внимания Ну и, собственно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики Ну а мы потихоньку можем уже приступать И на пятом месте у меня находится GTA 5, кто бы мог подумать Пожалуй, GTA 5, знаете, не такая уж сложная из всех этих частей на 100%, потому что коллектаблов там достаточно мало Когда-то я, кстати, узнал, что каскадерские прыжки не обязательно было делать для 100%, это нужно только для отдельного достижения, которое я выбивал, но уже, видимо, не важно Прохождение GTA 5 на 100% в основном предлагает вам просто исследовать мир данной игры То есть помимо того, что нужно пройти основную сюжетную линию, нужно еще рандомно познакомиться со многими ребятами Часть из них вы сможете, кстати, использовать в основной сюжетной линии с помощью тех же, да, случайных знакомств Часть дополнительных заданий, то есть случайных вот этих встреч, да, под знаками вопросов выполняется, в принципе, логично по маркерам Но часть, конечно же, придется гуглить Но прикол в том, что собирая те же самые коллектаблы, типа обрывки, писем Леонора Джонсон Или, к примеру, части космического корабля, вы так или иначе получите достижения И я сейчас говорю не про то, что в Стиме находится, да, или там на PlayStation, на Xbox, это не важно Я говорю о том, что вы получите полноценное продвижение по сюжету с тем персонажем, на котором и завязаны данные коллектаблы То есть в случае с Омегой вы увидите концовку его квеста В случае с Леонорой Джонсон вы сможете мало того, чтобы получить небольшую сюжетную линию, но все-таки раскрывающую, зачем вы это все делали Так еще и сможете получить небольшое разветвление, которое полностью зависит именно от вашего выбора И часть 100% прохождения как раз-таки на этом зависит То есть вам не обязательно идти по одному и тому же маршруту Я считаю, что в пятой части 100% прохождение одно из самых лучших, потому что оно действительно затягивает игрока Возможно, немного душными покажутся вам полеты на ноже или полеты под мостами, тут я, конечно, соглашусь Также скупка некоторых недвижимости с прохождениями квестов, но скажу вам честно Среди основной сюжетной линии, да и в целом в антураж GTA 5, это все вливается очень хорошо Я, каюсь, конечно, прошел GTA 5 на 100% всего лишь один раз в жизни, и это было сделано для канала Но вы не поверите, с каким просто рвением и упорством я это делал И да, сразу же отвечу на вопрос, золотые медали на всех миссиях нужны также только для отдельного достижения Плюсом, после 100% вы получите еще одно дополнительное задание Наверное, я не знаю, спойлерить вам или нет Ну, давайте, наверное, я не буду спойлерить, что вы получите за 100% Мало ли, кто-то, может, даже ранние части GTA не проходил, но ему интересно посмотреть, что же там будет Но поверьте, такая сцена, которая будет у вас в конце, вам действительно понравится Четвертое место, GTA Vice City Ну, естественно, моя самая любимая часть, но как она попадает именно на четвертое место? А дело в том, что Vice City на 100% я проходил, наверное, больше всего из всего списка, который будет здесь находиться GTA Vice City на самом деле несложно Коллектаблов там раз-два и обчелся Ну что такое, спрятанные пакеты насобирать? Так вы думаете, это сложно? Нет, ребят За это вы получаете охренительные награды, которые помогут вам в прохождении Хотя, честно скажу, сама сюжетная линия Vice City действительно не такая уж и трудная Где-то можно погриндить, например, развозчиком пиццы поработать минут 20-25 Вы получите экстра хп Работая в правоохранительных, вы получите броню Соответственно, сюжетка станет еще проще, как и все дополнительные задания Но если так подумать, грин-то даже и не понадобится То есть после прохождения основной сюжетки можно выбить абсолютно все, что нужно для 100% статистики За что вы и получаете действительно приемлемые награды Багами никакими можно не пользоваться, потому что сам город, он небольшой То есть, к примеру, пожарника проходить или парамедика Да, на это уйдет, конечно, какое-то время От 20 до, может быть, даже 40 минут Но, тем не менее, если вы не торопитесь Нет, серьезно, если вы не торопитесь, хоть и задания с таймером Все проходит действительно не так уж и сложно Большинство 100% состоит из различного рода ивентов Или, к примеру, бизнесы все нужно качать Но, учитывая, что вы так проходите игру на 100%, да, денег у вас будет предостаточно Поэтому все бизнесы вы купите достаточно быстро Единственное, что меня всегда бесило в прохождении Vice City на 100% Это таксист 100 развозок пассажиров Но спасибо, что это хотя бы не подряд нужно делать Ну, а также мне не особо нравились, возможно, каскадерские прыжки Хотя, будем честны, часть каскадерских прыжков вы сможете выполнить в ходе каких-нибудь ивентов Например, тот же самый PCJ Playground, да, когда нужно на мотоцикле прыгать по зданию В целом, проходя оригинальную Vice City А если мы говорим, кстати, про 3D-вселенную То я не затрагиваю ремастеры, а только оригиналы, да Просто сыграет вам на время Особый челлендж, если и будет, то только состоящий из вашей криворукости Например, если вы до сих пор не можете пройти этот чертов самолетик или вертолетик Поэтому 100% можно оставить действительно напоследок Третье место, GTA San Andreas Поставил ее на третье место просто потому, что сама по себе игра довольно большая Но 100% прохождение здесь, знаете, разделено в принципе на регионы Что я считаю правильным решением Потому что, к примеру, в Лос-Сантосе есть коллектаблы, но условные Это граффити Понятное дело, их придется гуглить, искать, да, закрашивать Это дело долгое Но так или иначе, вы получите вооружение во всех трех городах Что явно облегчит прохождение Во-вторых, в Сан-Фьерро это фотоснимки Понятное дело, тоже делать их довольно муторно И особо ничего вы за это, собственно, и не получаете, да Но так или иначе, чем-то ведь нужно заниматься, пока вы во втором городе Помимо того, что вы будете проходить дополнительные задания, связанные с автосалоном Со школами вождения Кстати, которые не надо проходить на золото, если вы не знали Для 100% их просто нужно одолеть В Лас-Вентуросе это подковы Но самое бесячее, конечно, в Сан-Адресе это ракушки Вот просто не делайте вид, что вам нравилось их собирать Но так или иначе, за самое маленькое просто действие Которое, возможно, состоит из длительного по времени действия Вы получаете какой-никакой бонус И это довольно хорошо и сбалансировано Часть заданий, к сожалению, можно будет пройти только ближе к концу сюжета Например, того же дальнобойщика, да Пока вы не откроете Лас-Вентурос, вы не откроете финальный регион Также задание курьера, в принципе, также нужно просто для исследования города И в целом 100% прохождение Сан-Адреса, как по мне, достаточно сбалансированное Не нужно делать прыжков вот этих всех глупых Не нужно отвоевывать территорию на 100%, хотя раньше мне казалось, что это необходимость, если честно То есть, условно говоря, все регионы вы можете осилить на 100% по прибытию к ним И закрыть потом остатки, которые у вас, соответственно, остаются в графе невыполненного И опять же, наверное, благодаря длительной сюжетной линии прохождение так растягивается Но на самом деле, позакрывать регионы, это достаточно интересная штука Тем более, Сан-Адрес сама по себе никогда не может наскучить Второе место, GTA 4 Я проходил GTA 4 один раз в жизни на 100% и уже об этом пожалел Потому что, ну, мне бы, наверное, даже хватило одного пункта Это 200 голубей, ребят Это 200 голубей Кто это придумал, я просто без понятия Однажды на ютубе я увидел видос от чувака, который прошел GTA 4 И эта платина просто выжила его полностью Но там, правда, были достижения еще связанные с мультиплеером, но не суть Уже тогда мне показалось, что GTA 4 на 100% это адская мука Но тогда я еще не познал этого И вот недавно это, наконец, свершилось Может быть, это уже субъективно, но мне, к примеру, не нравилось Выполнять постоянно однотипные задания со своими братанами Брюси, Патриком и так далее А ведь это все нужно Потому что разблокируется специальная возможность Которая нужна для 100% А как вам, к примеру, задания Виджеланты, которые появились в GTA 4? 30 уровней Виджеланты! Какого хрена? И честно скажу вам, мне не особо нравится вождение в GTA 4 Я как-то привык к более аркадным частям Но это, опять же, субъективщина Уникальные прыжки Вспомните сейчас, каково ездить на мотоцикле в GTA 4 А теперь вспомните, что одно из дополнений к GTA 4 привязано к мотоциклам Да-да-да Уникальные прыжки мне теперь будут сниться в кошмарах Сдача автомобилей Это у нас все было Кьюбит Это аркадная игра Никогда мне тоже не нравилась, честно говоря Вот на полном серьезе Также случайные персонажи, которых необходимо искать по миру игры Тоже не особо мое любимое занятие Да и в целом, 100% в GTA 4 это, понятное дело, гринд Но вот почему-то в этой части он мне действительно не нравился Это отнимает слишком много времени Все это сплошь состоит из заданий, которые я уже видел в предыдущих частях Мне, например, до сих пор непонятна логика Почему в Сан-Андресе, к примеру, отказались от уникальных прыжков для 100% Но в GTA 4 это ввели заново Почему столько миссий наемника присутствует в GTA 4? Тоже без понятия Стрельбы, по-моему, и в сюжетке хватает Но голуби, как я говорил в самом начале Это то, что выбило меня из сил 200 И плюсом они иногда улетают Благо, если у вас есть, конечно, ракетница Все становится в разы проще Но в какой заднице просто они находятся Если вы не проходили GTA 14% Просто посмотрите какие-нибудь краткие гайды на ютубе Поверьте, вот это того стоит Ну и первое место, GTA 3 Опять же, я проходил ее только один раз в жизни Это было, кстати, на стриме Если вам интересно, то это было на моем твич-канале И там я сохранил 6 трансляций Где проходил GTA 3 на 100% Здесь скорее я беру в расчет уже не субъективность А объективность Потому что если человек никогда не проходил GTA 3 в целом И решится пройти ее на 100% Его ждет ад Потому что, напомню Что основная сюжетка GTA 3 Она подразделена маленько То есть, к примеру Если человек невнимательный И, допустим, пойдет на задание Убийства Вака Гассира Но при этом он не выполнил все задания на Кензи 100% для него отменяется Если, к примеру, вы не выполнили одно задание на Луидже Но идете к Сальваторе за заданием Last Requests То вы запаровали 100% прохождение Для начала вам придется гуглить всю основную сюжетную линию этой игры Прости, господи, сюжетную, конечно же Во-вторых, Рэмпейджи Это одна из главных проблем 100% в GTA 3 Во-первых, у них есть две точки появления Точки меняются в зависимости от того, если вы проиграли предыдущую вспышку ярости Ну, Рэмпейджи, опять же Спрятанные пакеты теперь находятся в, знаете, достаточно необычных местах Потому что для части из них нужно выполнить какой-то определенный прыжок Который не будет считаться уникальным Для какой-то части нужно будет подставлять машину Для того, чтобы залезть наверх и достать этот пакет Более того, я вам скажу Часть из них расположена вообще в какой-то подворотне И, я не знаю, вам просто придется исследовать этот город до мельчайших просто деталей До мельчайших поворотов, чтобы найти этот сраный пакет Награда, конечно, да, без проблем, все будет окей Но 60 уровней пожарника На трех разных городах Виджиланте Которого, ну, знаете, я как бы говорю об оригинале Да, там есть баги с пожарником Типа повтор нажимаешь и уровень проходится Если виджиланте проходишь, можешь эскейп нажать перед преступником И он сам выйдет из машины Я это прекрасно понимаю Но уровней очень много и гриндить это надоедает Если ты оставишь хоть какую-то побочку ближе на конец игры, да Да, в каждом регионе тебя будут ненавидеть Поэтому твою, допустим, скорую, если ты вдруг проходишь парамедика Просто могут расстрелять Триады, мафия И это только Портленд Ярди Колумбийцы И это Стонтон Ну и Шарсайд Вейл А там у вас будут ребята в красном Или погоди Или фиолетовом Нет, по-моему, все-таки фиолетовым Задания на внедорожниках Честно говоря, сейчас они, может быть, достаточно легкие, да Но для первого прохождения это ужасно И, в принципе, весь этот гринд со временем надоедает Плюсуем сюда, опять же, ту же самую такси из Вайсити Сто развозов Отлично Просто гениально Вроде заданий в GTA 3 не так уж и много на 100%, но это подбешивает, когда вы понимаете, сколько на это уходит времени Поэтому к этому 100% прохождению действительно нужно подготовиться И гуглить даже то, что лежит на поверхности Поэтому скромненько и субъективненько Я считаю, что 100% в GTA 3 самые сложные во всей серии GTA Если мы берем все части именно на ПК Ну и, наверное, на этом все С вами был Спектр Вот такой сегодня получился ролик Пишите, какие GTA вы не проходили на 100% И, умоляю, только не пишите комментарии, что вы после этого ролика пошли проходить какую-то часть на 100% В топе... Давайте не в топе 3, а в топе 2 хотя бы, да? Потому что Сан-Андреса я все-таки уважаю в этом плане Услышимся с вами в следующем ролике Предыдущие видосы по GTA можете посмотреть сейчас в конечных заставках Собственно, услышимся с вами, как обычно, завтра Всем удачи, не болейте И пока!